Всем привет! Добро пожаловать в Болгарию! Люблю я делиться с вами информацией и рассказывать о своем опыте. Скажу вам немножко о наших расходах за отопление в предыдущие три месяца, а также хочу поделиться небольшим советом по поводу покупки недвижимости. Итак, я надеюсь, вы знаете, как можно сэкономить деньги. Да просто не нужно выходить из дома ни под каким предлогом. Но когда речь идет об отоплении в Болгарии, лучше из дома выходить. Чем больше вы гуляете на улице, тем меньше времени вы проводите дома, соответственно, тем меньше работает ваше отопление. Если вы поняли, что сейчас я шучу. Для новичков я затрону немножко предысторию, затем просчитаем всю информацию в цифрах. Все, что я вам рассказываю, это совершенно не означает, что вы должны делать точно так же, как мы. Любую информацию, которую вы получаете, вы должны адаптировать под себя и под свой жизненный опыт. Итак, в прошлом году мы отапливали дом камином. Мы купили новый камин, купили дрова, но по прошествии сезона мы пришли к выводу, что нам вот эта система отопления совершенно не нравится. Во-первых, это было очень затратно материально. Это было трудозатратно, и КПД от этого было очень небольшое. И вот когда приближался новый очередной сезон, мы решили, что запасаться дровами совершенно не будет. А купим такой, скажем, газовый камин и небольшой инфракрасный обогреватель. Я вам уже рассказывала, что мы купили вот такой газовый камин. Вот рядом как раз я вытащила баллон, от которого он работает. И здесь есть два, значит, скажем, мощности управления. Маленькое отделение это он, значит, слабо греет, большое отделение греет мощнее, либо могут работать они в комплекте оба. Мы обычно пользуемся вот этой слабой мощностью. Почему? Потому что дополнительно к газу в комнате всегда работает у нас вот эта картина, которая излучает инфракрасный обогрев. Нам очень нравится вот эта вот комплектация, то есть электричество и газ. Нету никаких запахов от газа, потому что он, ну так слабо, скажем, работает. И достаточно комфортная температура, примерно 21 градус у нас в помещении всегда. У нас дом 120 квадратов. В доме одна гостевая комната, объединенная с кухней, примерно 25 квадратов. Три спальных, наверное, по 20 квадратов. И две ванных комнаты, плюс коридор. Итак, когда наступает зима, целый день мы отапливаем только одно жилое помещение. Это гостиная с кухней, 25 квадратов. Все остальные площади, это две спальных комнаты, они у нас закрыты, мы ими вообще не пользуемся. В ванные комнаты мы включаем обогрев только когда туда приходим. Ну, может быть, чуть заранее, минут за 15 в спальню. Мы вообще не отапливаем, мы нагреваем только кровать. Также еще уточню вам, что ночью у нас никакие обогревательные приборы не работают. То есть ни газовый камин вот этот вот, его вообще страшно оставлять, ни инфракрасный обогреватель. Ночью примерно в комнате 16 градусов довольно-таки комфортно спать, никто не мерзнет, поэтому вот мы выбрали себе вот такой режим. Ну и как вы знаете, мы много гуляем, мы практически днем не бываем дома, то есть эти приборы тоже не работают. А когда приходишь, включаешь газовый котел, очень быстро нагревается помещение, поэтому нет смысла поддерживать эту температуру, при том, что все равно все выдувается. Так, сколько же у нас ушло в ноябре на отопление? На отопление газом мы истратили 3 баллона. Каждый баллон стоил 27 лев, то есть 81 лев у нас ушел на отопление газом. И примерно 10 лев у нас ушло на то, что мы включали вот этот инфракрасный обогреватель и какие-то еще электроприборы. Декабрь уже похолоднее. У нас опять же ушло 3 фляжки газа, но при этом мы стали умнее и стали покупать газ в другом месте, где он получался нам гораздо выгоднее по цене. Еще, как оказалось, в один из баллонов газа у нас помещается чуть больше, то есть мы истратили точно так же 3 газовых баллона, 2 баллона были по 17 лев, и в один заложили больше газа, за него мы заплатили 20 лев. По итогу это 57 лев за газ, и за электроэнергию, именно на отопление, мы заплатили где-то 25 лев. В январь был очень холодный месяц, как вы видели, был и снег, и ветер, чего только не было, и какие-то дожди. У нас ушло 4 фляжки газа, 2 по 20 лев, 2 по 17 лев. Итого 74 лева. И нагорело, конечно, больше электроэнергии. Именно за электроэнергию на отопление мы заплатили еще 40 лев. И какая же сумма общая получилась. Итого, по итогу, за 3 месяца газа у нас нагорело на 212 лев. Электроэнергии мы нажгли на отопление 75 лев. Общая сумма 287 лев. По сути, это небольшая цифра, если округлить 50 евро в месяц. Но, напомню вам, что обычные платежи никто не отменял. И как я высчитала, сколько электроэнергии у нас ушло именно на отопление. Я сделала банально просто. То есть, от общей суммы, которую нам насчитали за электроэнергию, я отняла вот эту стандартную цифру, которая всегда у нас там нагорает летом. И пришла к выводу, что вот это и есть цифра за отопление. В месяц летом у нас уходит 80 лев. И вот к этой цифре за отопление прирастает еще ежемесячное примерно 80 лев за то, что мы пользуемся бытовыми приборами. Вот такая цифра получается. Этим результатом мы очень довольны. Приведу пример. Если бы мы отапливались дровами, во-первых, в чем было неудобство? Изначально нужно выложить 800 лев, купить эти дрова. Затем, по нескольку раз в день, мой муж ходил, заносил эти дрова. И тут же, после того, как вы их загружаете, необходимо, значит, сделать небольшую уборку, потому что с дров все время сыпется мусор. И при всех вот этих материальных и физических затратах, а в доме-то теплее не было по сути. И как только камин переставал работать, тепло это так, как нигде не аккумулируется, сразу становилось холодно. Да, с газом и с инфракрасными этими обогревателями точно так же. Но при этом, как вы видите, затрат-то меньше. Меньше их получилось в два раза, потому что если 800 разделить на 4 основных отопительных сезона, то получается, к оплате за электроэнергию прирастает еще 200 лев, то есть 100 евро. Сейчас у нас получилось 50 евро в месяц. Я считаю, это хороший результат. Мне очень интересно узнать, какие у вас расходы, в какой бы вы стране и в каком бы вы городе не жили. Как обещала, поговорим о недвижимости, а разговор пойдет в таком чудесном месте, так что не переключайтесь, досмотрите обязательно до конца. А новички, не забудьте подписаться на мой канал. Для того, чтобы поговорить о недвижимости, мы переместились с вами в Несебр. Посмотрите, как здесь сегодня прекрасно. Какая панорама. Видите все знакомые места. Яркое солнце. Сложно смотреть на вас в объектив. О чем я хочу сейчас с вами быстренько поговорить. Как вы знаете, и тот, кто следит за недвижимостью, наверное, сейчас вы видели, что можно купить апартаменты даже за 10 тысяч евро. Естественно, это продают не новые квартиры, квартиры, которым больше 10 лет. И вот когда вы приезжаете и хотите купить такую недвижимость, первым делом всегда обращайте внимание на фасад дома, на бассейн, который рядом с этим домом. Обычно потому, что рядом с апартаментами бассейны. И вот вы видите, в каком это все состояние. И прежде всего думайте не о такси поддержке, об этом тоже, конечно, думать надо. Но подумайте еще и о том, что за все вот это, что выходит здесь из строя, за вот эти вот фасады, которые начинают там становиться не очень привлекательными, за все вы будете выкладывать деньги. И если особенно кто-то планирует купить это на какие-то свои последние сбережения, 10 раз подумайте об этом. И еще раз повторюсь, не проще ли вам будет приезжать сюда отдыхать, наслаждаться отдыхом, каждый раз по приезду, меняя место дислокации своей, чем все-таки вы купите, да, за 10 тысяч евро квартиру, в которую придется еще вложиться и ежегодно вкладываться. И не слушайте никого, что вы будете получать какие-то несметные богатства, сдавая ее в аренду. Обычно такую стоимость берут за квартиру на первом этаже или в каком-то не совсем удобном месте. Навряд ли она будет очень пользоваться спросом. А также в ваше время отсутствия этим будет заниматься компания, которая возьмет с вас 50%. Поэтому, мои дорогие, всегда все просчитывайте. Также, кто думает купить такую квартиру и что в ней можно будет жить, не заблуждайтесь. Обычно эта недвижимость предназначена для летнего сезона. И зимой в ней очень-очень холодно. Там очень тонкие стены. И вот я совсем недавно имела одну беседу. Здравствуйте. Райан решил с нами пообщаться. И совсем недавно я общалась с человеком, который рассказывал мне, что пока он строил дом, он купил такие апартаменты и решил там перезимовать. Вы знаете, когда строится дом, на это нужно примерно год. В лучшем случае у кого-то это затягивается и на дольше. И вот, когда все разъехались, наступил зимний период, сколько бы он не включал свои кондиционеры, и все на свете, все это выдувалось. И выдувалось так, что пришлось даже вот эти стены затягивать пленкой, чтобы как-то хоть сохранить тепло. Так что не забывайте, что такие апартаменты, они не предназначены для зимовки. Они предназначены хорошо летом провести время. Но, опять же, в хорошем месте и вообще хорошее качество стоит денег. Поэтому 10 раз подумайте, надо ли экономить или надо ли вообще с этим связываться и все это покупать. А если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok